В начале 2019 года в Подмосковье была внедрена двухпоточная система сбора ТБО – серые и синие баки на контейнерных площадках. С тех пор многие из нас привыкли дома сортировать мусор на мокрый и сухой. Последний как раз и отправляется на дальнейшую переработку. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, картонная упаковка, стеклянная тара. Да, но это слишком просто. На самом деле перерабатываемое вторсырье подразделяется на несколько десятков фракций. Именно такой детальный сбор уже несколько лет организует в Щелкове экологическое сообщество «Среда роста». Акции проходят каждый месяц у молодежного центра «Навигатор» на улице Талсинской. Мы собираем порядка 50 различных фракций на переработку и отправляем заготовителям. Часть в Москву, часть в Щелковскому заготовителю. Мы проводим такие акции каждый месяц. Приглашаем всех принять в них участие в качестве посетителей акции и в качестве волонтеров. Контейнеры от яиц, консервные банки, батарейки, пластиковые крышечки, упаковка от бытовой химии и даже блистеры от лекарственных препаратов и зубные щетки. Те, кто ответственно относится к состоянию окружающей среды и к будущему планеты, все это дома тщательно отбирают, чистят, моют, если надо. Готовят к сдаче и приносят на акцию. Я пришла сдать мусор, который я собираю на постоянной основе. Я его разделяю в течение всего месяца. Я уже дома сделала такую систему. Я сразу не собираю в одну кучу, а прям как только я развернула, упаковку посмотрела и положила в определенный пакет. Эко-сообщество средороста после каждой такой акции прирастает людьми, которые считают внедрение раздельного сбора мусора необходимым для развития общества и формирования культурной личности. На их примере учатся дети. Перерабатываемые отходы запускаются во вторичный цикл и из них вновь производят полезные вещи. Вторую жизнь можно подарить всему. Сейчас раз идет вот такая линия, что могут и собрать, а потом переработать, а потом из него что-то полезное сделать. Я считаю, что это очень хорошо. Я прям считаю, что каждая семья этим должна заниматься. По подсчетам организаторов сентябрьской акции по раздельному сбору отходов приняли участие около 300 человек. Общими усилиями собрали две грузовые газели вторсырья, которая поехала на переработку. Продолжение следует...